всем привет ну что у нас тут трансферная новость баснец пьянич переходит в циска московский циска станет игроком московского циска вроде как медосмотра проходит и он будет игроком московского циска зарплаты 1 миллиона евро в год вот и давайте это обсудим для тех кто не понимает почему игрок может играть за циска вне трансферного окна то есть как может вообще быть переход игрока не летнего трансферного окна или зимнего трансферного окна я немного описываю дело в том что пьяничал свободный агент то есть он не принадлежит никакому клубу у него нет контракт не с этим клубом так вот свободные агенты они могут нет трансферных окон подписывать контракт с любым клубом чтобы понимать чем идет речь вот такие вот дела теперь непосредственно про пьяничи сколько ему лет и четыре с половиной 2 апреля следующего года ему будет 35 лет ну это пиздец просто пиздец если по-моему защитником вратарем окей это еще как-то можно ну полузащитник полузащитник это как лошади они носятся как ёбнутые в 34 года уже скорости нет вообще то есть просто нет она просто с каждым днем солнце все меньше и меньше и тебе кажется что ты бежишь на самом деле ты стоишь вот это что может сказать про пьянич а вот дал это был игрок ювентусу да это был игрок барселона но затем он перешел здесь барселоны в аренду в башиктаж провел в аренде башиктаж и 20 матчей ни одного гола не забил после этого он перешел шарджу есть такая команда в объединенных арабских эмиратах провел два сезона два года в этой шарджи провел 41 матч забил 4 гола тоже результат мягко говоря не очень и вот после всего этого шарджа и ни один саудовский круг ни один арабский вообще ни один клуб захотелось не подписывать контракт и он решил перейти хоть куда-нибудь хоть куда-нибудь и нашел лоха в виде циска я считаю что это совершенно сбитый даже не сбитый летчик это сбитый ветеран он совершенно не нужен циска и они соответствуют уровню циска ребята у нас не чемпионат венгрии не швейцарии не чемпионат дании дали спят швеции все донны нас уж ростов и цена ростова как сцена фернс варш который каждый год становится чемпионом венгрии поэтому не надо наш чемпионатом совсем в дно а превращать да мы хуже чемпионата испании италии германии там на португалии франции да но мы не не дани вот и конечно же пьянич это да вот этот пьянич которому сейчас же три четыре с половиной года совершенно не нужен для циска но он приедет циска просто поторговать ебалу рассказывать я играл ювентусе я играл в барселоне слушайте меня молодые игроки циска слушайте вы все лохи вы не знаете какая у меня была карьера вот это вот он для этого и приезжает чтобы вот там слушали а как игрок он совершенно ничего никчем нет уже этого игрока я помню очень пристально следил за пьянича когда он играл ювентусе почему следил потому что он должен был перейти в зенит когда зенит его хотел купить когда он еще играл ювентусе вот но он что-то сам отказался в общем-то сделка не состоялась да но еще тогда я усмотрел за пьянича у меня не нравится как игрок он не стоил своих совершенно денег то есть зачем он был зениту да потому что но сер и что ну играл ювентусе ну это не киеза это не киеза это не был маркизи это не нет это был пьянич серб ну серб это вот эта история кота в этом в это летнее трансферное окно зенит хотел купить какого-то серба по моему йогич его фамилия вторина играл да и конце за 27 миллионов три на сказал мы вам продадим его да в конце концов зенит их нахуй послал складить и нахуй блять правильно сделал я еще тогда говорю что и лучше купить бразильца чем серба все нападающие ну хорошо они бегунки ну хорошо бегунки но бразильца всегда была техника вот и не взяли этого серба в это летнее трансферное как нельзя ли тогда пьянича 9 а потом пьянич перешел барселоны мы там по сути стук этого конец карьеры потом он перешел блять как я и говорю уже там больший этаж потом шарджа и его даже шарджа сказал вот сейчас он приходит циск и циск и подписка драк на 1 миллион евро хотят со вроде как метри миллиона евро зарплату да он не стоит и миллион евро это по сути 100 миллионов рублей ему надо будет платить в месяц или там 8 9 миллионов 100 миллионов ему надо будет платить в год рублей или там 8 9 миллионов месяц вот такая будет зарплата не советствует и мы есть совершенно да и не нужно циска лучше своих пацанов там развивает даже слон как как локомотив развивать своих пацанов типа батракова да или других это от это точно не надо вот это от игроков игроки соответствует уровню рп даже уровня циска самое главное что с каждым днем мог бы все хуже 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 это полузащитник все хуже хуже него скорость будет да ему бы казаться что блять его недооценивает везде пиздеть дохуя будет до контракт с ним все вроде как на один-два года совершенно не нужен поэтому дня никаких надежд на то что игра циска с приходом пьянича преобразуется на мой взгляд нет но так что посмотрим увидим всем пока